всем привет сегодня 25 июня и на наши севера пришло маленькое обновление значит что в этом обновлении добавили добавили хижину ведьмы до основе костюмы также добавили функцию предпросмотра вот превью да то есть если вы выбираете определенную шмотку есть кнопочка превью которая сразу скидывает вас в наборы да вот и показывает как он выглядит соответственно кроме этого нам вернули балл карнавалов который вы можете голосовать и потом вечером будет дополнительно костюм на определенное время там по на три дня если не швать ну принципе бестолковая фигня который просто раз жмакнуть в день и получите свою сумочку коробочку и опыт да и также добавили вот единственное нормальное обновление то которое пришло с этим обновлением до сегодняшним это вот испытание бога вот такое вот испытание бога это определенная башня так так называемая которая имеет скажем награды то есть вы просто не повторяетесь это не аттестация который вы каждый день проходите просто максимально доходите до какой-то уровня она не сбрасывается значит что здесь есть определенные боссы да вот первый второй третий четвертый пятый в чем заключается суть этого всего то что например в аттестации если у вас не хватает мощи вас пускает туда здесь же наоборот то есть есть определенная рекомендуемая оценка ниже которой вас не пустит внутрь соответственно то есть нужно определенная оценка вот здесь 150 выше 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 там будет еще больше за каждого из босса будет свое своя награда при достижении определенных уровней будет вот например при первом боссе начальная удача это повышение удачи выпадение высококачественного снаряжения это реально круто и это тот случай когда ты за работой я и за работой не смог пройти инстанции до сегодня и я этому рад потому что сегодня я пройду испытание бога получу дополнительный шанс удачи в принципе на персонажа и буду проходить инсты уже с этим шансом на третьем уровне будет ловкость титул на ловкость и проницательность пульс 25 вот на пятом уровне открывается мистическая руна и я поискал везде в настройках рун не нашел интересно где они будут стоять и как они будут принципе функционировать сколько их можно будет поставить потому что руны в принципе неплохие увеличивает скорость передвижения рывок в воздухе да это прыжок который двойной увеличивает скорость передвижения на сто процентов уклонение на 15 процентов и длится 5 секунд раз в 20 секунд это реально круто ну реально круто и интересно как она будет работать на самом-то деле куда их поставить дальше у нас опять и на седьмом уровне башни будет удача второго уровня и вот интересное вот партнер помощник 5 откроется еще один слот для помощника для союзника вот у нас союзники центр да вот здесь один в центре и 4 по бокам но и будет не 4 будет 5 то есть если вы пройдете 10 этаж соответственно вас будет 5 союзников это принципе хорошо и дальше титул я еще одна очередная руна на пятнадцатом уровне сколько уровней в башне не знаю здесь нет определенной ну как бы информации пока поэтому никакой сколько башни дальше смотрим по рейтингу на данный момент ребята проходили уже 7 8 этаж причем на седьмом этаже я видел 230 тысяч power а то есть а вот даже 200 есть совсем на видел 230 принципе на седьмой этаж 230 тысяч power опускает то есть чтобы зайти интересно сколько будет лимит помощи насколько получится дойти мне в этом видео я проходить не буду но я сегодня пройду у меня данный момент я на кассе сижу двести двадцать одна тысяча повара до примерно оценки вот и я сниму отдельное видео где под музычку я пойду в башню и посмотрим сколько это же я смогу покорить также еще интересный нюанс по этой башне это то что так как написано в описании но еще не проверял но написано в описании что попыток бесконечно то есть вы можете постоянно пробовать сколько влезет и пока не надоест то есть единственным критерием будет только то что пропускает только помощи если у вас есть доступ помощи и соответственно будет безоткатно то есть если вы прошли определенный уровень вам уже его проходить не нужно вы идете на следующий если вас пускай по моему мнению топовым персонажем по прохождению этих башень будет это ганнер он будет хорошо проходить я думаю может быть ассасин более сложных но там спорный вариант ну ганнер это точно и мне кажется файтер тоже сможет неплохо вдамажить скажем ну я думаю но я соответственно класс менять не буду пока я сегодня для вас сниму видео именно на кассе 220 тысяч оценки посмотрим на что она также повторюсь способна так если есть еще какие-то предложения пишите в комментарии если что-то я забыл пишите в комментарии может вы хотите чтобы я снял для вас какое-то определенное видео опять же пишем в комментарии в принципе все всем спасибо всем пока подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал